аншабдут братья сейчас того этого чё обзор на серии fight night 4 не очень обзор будет чуть неплохо чуть не сегодня бури магнитная радиация сука с епошек дошла тогда меня сука тварь я ж накурил и живу ой бразь суки то какие подонки в общем чё чем эта серия отличается fight night тем что тут история получит появился реальная история заставкой сюжетом с персоной в предыдущих частях ничего этого не было просто был симулятора бокса бесплесно бессмысленно не имел смысла ты выбираешь свой бойца или ты его сам создаешь кстати фишка этой игры было создание бойца ты мог его максимально похожим сделан так давай проматывайся максимально похожим на себя сделать или там но в любой другой мразь вот и вот эта система поднятия она более упростила то что она вообще совершенно невозможная была предыдущих частях там на удвоил соображений надо будет совместить очень бесил и жутко просто такого там fight night впервые на иксбоксе поиграл а сколько помню играть к там крутая была вот но это все фигня была главная фишка это хотя фишка форнайта было что там удары на сами наносились не так как других играх так как никто еще не использовал они вешались на эти аналоговые так сказать джойстики вот это на эти два левые правые вот эти грибки так сказать геймпада вот и это крайне бессилу если одной еще рукой до правой можно было там как-то надрочиться выполнять правильно более-менее удары и то и то пару ударов они все четыре удара а там была варианта джаб апперкот там хук там всего там 33 практически было виду ударов и и нового на второй палец если это учиться делать вообще просто не это это не уносимо как сложно а опции повесения на кнопки не было это жутко бесило всегда но они почему-то продолжали использовать эту систему считаю что это так более реалистично но это действительно кажется более естественно потому что вы как будто это кулаком управляешь и двигаешь его допустим от кулак и ты его вот как мышкой вот как будто двигаешь туда-сюда он нашел на из того суда то есть на аналогов вот этим вот и она другие кнопки там повесена была там типа там дразнилка там супер удар просто и представлялся тупо вот это симулятор с хорошей графикой там вот и потом до выходили рай его на главная фигня это да впервые вот она потрясла игра когда вышла на xbox одна первых стартов игры xbox и и там была графика ну вот такая она была в принципе да а то может и получше это просто работа фотографическая и там что они сделали первую очередь они убрали счетчик здоровья чё ну да хочу это возиться так вот и они добавили там поля чуть-чё добавили так вот убра убрали блин чё-то не хреново сегодня убра убрали короче видимость вообще здоровье эти 1 возможно это первая игра была где была полностью убрана вся плоско здоровье все раньше там всяких call of duty ну в таком жанре вообще впервые то есть и по что это специально сделано было для того чтобы показать насколько различная графика то есть достаточно было посмотреть на бойца освости пидоры какие-то пристали вот достаточно бойца попадать и как он все дышит какая дышка какая у как он потеет на его раны там как он задыхается чтобы понять ой сука мерзость какая такой чтобы понять его здоровье состояние и в принципе этого достаточно было это было просто хранена выглядела и потом еще часть вышла но собственно ничем не не отличался там ее пиарил там один как бы то какой-то новый боксер там когда один перестал был чемпиона мира другой там начал там маленький был такой вообще вот эти ловы тут и стоило тут в зоне типа это он вспоминает там что эту игру играл уже часа два поиграл сейчас заново начал чтобы показать вам так вот видите смотрите и это просто вообще какая графика это просто на фото реалистично то есть да да ты вот когда на повторах каком-то именно убьет морду и надо слюна выплевывать это про просто вот вообще фантазии так вот и впервые показали этот файл на 4 или какой там или три неважно уже не помню на playstation и показывали как супер возможности playstation и все ахали прям на бета-версию apple station на два года задержалась там выход то есть она позже ногу полтора на год на полтора из бокса что эти какой позор вот из и следы играет впервые вышла на иксбоксе и она работала там идеально и вот прошло два года или сколько и она выходит на playstation с выходом приставки и это просто жуть что там творилось люди просто охреневали какой пустошек говно эти прошло столько времени а игра стала выглядеть в десятки раз хуже реально то есть там было отключено освещение более низкое разрешение натормозило там за зрители для одни с низкополигонные были выглядит совершенно отвратно ну просто там и числа настолько отвратно как будто разница там вот даже реально вот как из бокса 1 и xbox 2 вот на полном серьезе если на playstation 2 и 1 xbox причем это и было кстати одна из игр на иксбоксе где здесь на крутая графика то что первые проекты иксбокса они вообще никак не выглядели как порты и комповая ухудшенная тормознутая вот и и просто все хрень ахри охренели насколько отвратно это просто это я сам их никто не мог поверить какое дерьмо это просто пыль и это как как говна впервые на накормили конкретно сони бляди говна и потом другие игру же бы это просто ужас ребятки что было беды ты самый интересный что до сих пор ситуация сохранилась что на пластейшн одно говно выходит урезанное ухудшено пусть прошло и главное что значит и производители вот эти вот sony их заставил уж что-то изменить да чтобы говорили что на пластейшна типа лучшего я не знаете что делает вот посмотрите как туда руки сделаны венок никаких не видно они не выпирают также было и в оригинале файт на это вот тот первое нас геново а на playstation они просто безысходности ничего не могли сделать игра уже явно ухудшена они взяли подрисовали жилки то есть это вообще пиздец просто баба попихнули простейший на венки у них венки эти вообще какие-то как углу какие-то стероидные наркоманов у всех разбухшие стали идти типа сони бляди продолжали утверждать типа вот у нас смотрите зато у нас венки есть смотрите какие они это просто пиздец и вот эта игра доказывает как это стоит круто подъебали этих сони бляди и лишь бы что какую-то кость и бросить которая не нужна в этой игре абсолютное дерьмо вот тут тут венки те же тут видит вы тут но никаких венок учет не видел а там у каждого бойца эти были венки этот просто пиздец подрисовали специально чтобы они не так полакали сильно этого вообще вообще пиздец какое пустешен говно там он ведь инсталляции занимают до 10 гигабайт поставить а жесткий диск 20 гигабайт пустешен то есть он как бы 30 гигабайт и 10 используется под систему linux который они выпилили эти цистит пару игр может остановить туда на жесткий диск который устанавливается там от до часа где-то а в некоторых игрок от metal gear они целый час устанавливаются на каждый уровень заново перестанавливается причем так что ты предыдущий уровень и может и это просто такая параша если первые playstation тебе нужны были карты памяти пачками покупать 8 мегабайтные которых на две-три игры хватало а то и одну если несколько сейвов больше то тут это уже хардайте покупать то есть об этой игре можно сказать тут наконец-то поставили кнопки нормально можно играть кнопками кстати это вообще я до сих пор не понимаю хотя принципе понимаю убрали все аналоговые кнопки джойстика что у microsoft что у sony ой возможно договорились то есть на иксбоксе и пассажир 2 были аналоговые кнопки вот я имею ввиду игры fix вот эти бэда то есть оставили только вот триггера аналоговая если ты это вообще поразительно впервые вижу что уже геймплату улучшался функционально но в принципе они просто решили что это не надо уж на иксбоксе это в одной игре это использовалось на полсемблете на в одной игре это дэнтуралайф экстреме икс волейбол там такая типа так сказать официальная непорная игра вот для больных людей вот и там просто прыгаешь на по этим самым по матрасам надувным и как бы надо держать вот эту кнопку с разной силой нажимать вот это единственное на ps2 единственное может была игра это metal gear где всерьез используют эту функцию вот этих вот кнопок там на 2 смотрите интересно там но он нажать на же кнопку нажать и держать сильно смотрите наверх сильно он прицеливается а чтобы выстрелить надо быстро отпустить кнопку и дау стрелять а если ты медленно отпускаешь что он просто убирает оружие вот это было офигенно и вот это этого внешнем поколении конечно нету отказались почему-то тоже из-за удешевления то ли чтобы за патент опять же не про не платить да и барабр это же такого не на компе никогда не было увидите вот эти вот повтору тут не видно в шлеме вот камера раз разная в этой игре графика не хуже стало лучше даже их появилось то что не хватало всегда этой истории вообще все эти боксы кроме может уроки какого-то поганого совершенно отвратной игры на плана иксбокс на первую на 2 playstation который тоже прошел естественно они не имели сюжета все спортивные игры они как обычно вообще редко когда сюжет имеет и тут вот как мы видим наконец-то до них дошло что надо заход за захреначить сюжет и они узи захреначили вот смотрите нажимаешь на старт а он пишет лоудинг да кого-то пропускать на хрена он пишет лоудинг не спрашивается а вот видите теперь я понял скрипмове то есть вы понимаете как грамм это дело что во время заставки происходит подгрузка но хотя это давно занимал замечал в играх но просто тут что-то долго она грузила вот и там еще там прокачка была всегда такая в этих бок боксовых играх в общем крайне унылый было потому что как бы один раз прошел компания ну что это не компания была это просто чемпионат безликий совершенно с одинаковыми аренами с одинаковыми там это попутно на каждой игре там добавляет ли эту кастомизацию там в одной серии там придумали там можно теперь эти фейерверки покупать там музыку там только трусы можно было там всякие вот потом но этот сюжет вот завязывается отработать на тебя предлагает его послешь вот и начинается абдулла кара анша абдуль кара вечная биборан братья ну смотрите как долго улица то чтоб пропустить вообще кошмар да и нормально даже кино чем-то напоминает естественно раскадровка делалось все это продумал у вас то есть вообще графика она лучше даже естественно чем в этой поганой так сказать хави рейн ну вы сами можете видеть какая тут сделана до движки почти на движке дело сделано кстати я не понял а возможно она не на движке это сделано кстати то что как она может подругу подгружать одновременно так сказать красиво она просто качественно видео записано но они разглядел надо просто покрупнее сделать принципе неважно потому что в игре как мы видим графика такая же если даже и сделала про рэндина то только чисто чисто чтобы загрузку освободить чтобы загрузал с уровня также кстати поганом uncharted 2 сделано что blu-ray он вообще не работает никакой скорости нет и там все ролики большинство ну практически все прорендин и долбоебы думают что это реальная графика из игры uncharted 2 это вообще парашек говно вау смотрите какой эффект добавились если в предыдущей серии там как-то зрители мало будет было и выглядели не для сечных те которые на заднем плане они были полигоны а тут добавили буру вот он вот наконец-то дошло анша абдулль